Как и зачем мы делим историю на периоды и эпохи? Об этом еще одна очень важная история. Периодизация истории – это процесс выделения определенных временных блоков в прошлом. Обычно это делается для облегчения изучения истории, понимания сути исторических процессов, причин, наследственных связей, общих и особенных черт исторического процесса в разных странах. Так как история непрерывна, все периодизации, конечно, условны. Их границы названия могут меняться с течением времени. Периодизация из века в век оспаривается, переделывается. Однако однажды установленное название периода может быть настолько удобно, что его трудно изменить или избавиться от него. Деление истории на эпохи и периоды начинается практически с появления письменности. Например, шумерский список царей, датируемый вторым тысячелетием до нашей эры. Он оперирует династическими эпохами царствования. Периодами правления фараонов и династий считали историю и в Древнем Египте. В Европе с зарождением христианства изменилась периодизация истории. В трудах Аврелия Августина, Исидора Сивильского, беды достопочтенного, история мира и человечества, делятся на несколько периодов согласно событиям Библии. В VIII веке постепенно складывается традиция выделения эр до и после Рождества Христова. С трудами Франческо Петрарки в XIV веке исследователи связывают появление понятия «темные века». Современное деление истории на три периода – античность, средние века и новое время – складывается в европейско-исторической науке на протяжении XV-XVII веков. В последующие века именно она стала общепризнанной. Критерии выделения определенных исторических периодов могут быть различными, например, по векам или десятилетиям – 1920-е или 1990-е годы. Однако, хотя такие периоды применимы к любой точке мира, они имеют определенный набор политических, экономических, социальных и культурных особенностей в определенных странах. Например, XVI век в России отличается от XVI века в Великобритании или Японии. Некоторые периоды могут выделяться, исходя из их культурного значения. Например, эпоха Возрождения в Европе, век Просвещения, Золотой век русской литературы и так далее. Зачастую периоды в истории относятся к выдающимся историческим событиям. Например, Столетняя война, эпоха Великих географических открытий или межвоенные годы с 1918 по 1939. Еще один вариант деления на периоды зависит от влиятельных исторических личностей. Например, Елизаветинская эра XVI века или Викторианская эпоха XIX века в истории Великобритании. Они названы так в честь двух выдающихся королев. Петровская или Екатерининская эпохи в истории России связаны с реформами Петра I и Екатерины II в XVIII веке. Периоды истории могут перекрываться или быть параллельными. Например, эпоха Возрождения в Италии XIV-XVI веков перекрывается эпохой Великих географических открытий XV-XVI веков. Период правления Александра I в России примерно совпадает с эпохой наполеоновских войн в Европе. Все это помогает синхронизировать исторические события и процессы в разных точках мира, при этом сохранив их специфические черты. Некоторые историки используют свои названия для периодов. Например, британский историк Эрик Хоббсбаум выделяет долгий XIX век, период от Французской революции 1789 года до начала Первой мировой войны 1914 года, и короткий XX век, период от Первой мировой войны до распада СССР в 1991 году. Таким образом, периоды в истории помогают нам сориентироваться в бездонном море событий прошлого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...